Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей, он же CrazyLife. Сегодня мы посмотрим такую игру как The Forest. Мне кто-то из пользователей просил попроходить ее, поиграть. Я решил вообще в принципе ознакомиться с этой игрой. Немножко просполерил, посмотрел ролики в интернете, посмотрел вообще, что из себя игра представляет на скриншотах, в описании. В общем, ребят, ни капли не пожалел, что установил эту игру. Вообще ни капли, потому что игра просто суперская. Сейчас будем смотреть, разбираться. Игруха еще в интернете валяется в альфа-версии. То есть, я так понимаю, что дата релиза еще далеко за горами, где-то там, и пока ее не видать. То есть, это еще даже не бета, это еще альфа-версия. Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Одиночный режим, новая игра. Далее следует альфа-сборка, находящаяся на стадии разработки. Должен сказать вам следующее, что даже для альфы, она мега крутая уже, более играбельна, скажем так, стала. С момента, там, я не знаю, старых видосов, когда там, еще записывали ее где-то год назад. Привет, мальчонка. А что это такое у него в подносе? Непонятно. Хотя, правильно, наверное, не поднос, а разнос. Ой! Ой-ей-ей! Что такое? Охренеть! Ребятушки, падаем! Майден, майден! Блин! Оу! Я не понял. Какого хрена кабина-то оторвалась? Так посмотрите, что творится. Не, ну это бред. Блин, а как кабина может просто так оторваться? Это ж не кусок пластмассы. Ох, юшки-матрешки. Ты кто такой? Ребенка забирает. Ну-ка, положь его. Положь! Ты что, сознание потерял, что ли? Тю! Это, я так понимаю, нам тонкий намек, что мы здесь не одни. Фу! Ну, вроде как, катастрофу пережили, ребят. А где остальные-то, выжившие? Типа, я один, что ли, выжил? И трупов нет. Только один труп, какой-то женщины. А всех, наверное, эти аборигены забрали. Давайте здесь все полутаем. И мне, если честно, не совсем понятно, почему самолет потерпел крушение. Просто пол кабины отвалилось, и он рухнул. Такое же не может быть. Окей, давайте сюда пробежим, посмотрим. Сральник. И ГПРС какая-то. Так. Что такое? Опачки. Я так понимаю, он мне не особо-то и нужен, потому что здесь нет никакой карты. 40 степс. Ну, типа 40 шагов от самолета, что ли? Ой, олени. То есть, я так понимаю, что этот ГПРС указывает на то, где самолет находится. То есть, в какой стороне самолет. Окей, давайте тогда уберем его. Закрыто. Ну-ка, давайте попробуем. Опа. Можно полутать отлично. Тоже собираем все. Хорош. Я, правда, не знаю, пригодится мне это или нет, но давайте все-таки полутаем. И у нас тут огромный, потрясающий и красивый лес. Должен сказать, что выполнено настолько все потрясающе красиво, что, ну, завораживает даже. Очень даже завораживает. Я бы даже осмелился сказать, что уровень даже может быть и выше Ведьмака. Ну, или, по крайней мере, наравне с ним. Конечно, я могу ошибаться, но выглядит просто сумасшедше потрясающе. У меня даже слов нету. Я пытаюсь выразить свои эмоции, насколько это все красиво выглядит. Так. Что-то у нас еще есть вкусненькое. Еще один чемоданчик. Давайте его вскроем. И полутаем. У нас универсальный есть ключ, который открывает любые замки. По крайней мере, если будет какое-то нападение этих уродов, аборигенов, у меня есть топор. Что такое? У меня есть топор, которым я могу отбиться. Все. Все сундуки эти полутал. Может, оленя крафтануть? Иди сюда. Эх, отпустили его. И с собой забрал, я так понимаю. А как он мог целого оленя забрать? Листва ломаются. Ветки ломаются. Давайте все-таки долутаем эти сундучки. Хорош. Подбираем. Еще сундучок. И еще. Все забираем. Кстати, ребят, я где-то читал, или смотрел где-то видос, что ли, что МЧСники советуют при крушении самолета не отходить от него. Потому что одно дело с вертолета заметить самолет, а другое человека. То есть вы понимаете габариты, да? Попробуй с вертолета увидеть человека в лесу. То есть самолет найти намного проще. Поэтому, если уж не дай бог кто-то попал в авиакатастрофу и выжил, то сильно далеко от самолета не отходите. Что это за лаг такой был? Ну ладно. В принципе, я на лаге особого внимания обращать не буду, потому что альфа-версия. А на альфе все, простительно. Практически все. Потому что, еще раз повторюсь, это даже не бета. То есть это альфа. Так, ребятушки, а в какую сторону интересно идти? Просто пробежаться можно попробовать? Я знаю, что здесь можно строить различные постройки. Главное высматривать никаких тварей, чтобы здесь не было. Я так понимаю, если есть здесь олени и зайцы, значит теоретически могут быть и медведи. Или волки. Но встречаться с ними у меня нет никакого вообще желания. Так. Немножечко жим-жим, когда так бегаешь по лесу. Но это куда не шло, когда еще и бегаешь и ночью. Ночью, конечно, намного все хардовее. Мне хочется открыть, говорю, найти какую-нибудь местность, на которой я бы смог скажем так, спокойно построить дом и не переживать то, что на меня может кто-то напасть. Вот только вопрос, где это лучше организовать всю эту тему. Озираемся по сторонам. А на самом деле все выглядит очень красиво, но интригующе и опасно, я бы сказал. Потому что я сейчас бегаю и по неволе жду какой-то встречи. Смотрите, встреча с какими-то уродами. Это не к добру, а? Какие-то черепочки. Короче, ребят, лучше туда не ходить, я так понимаю. Это такое явное предупреждение нам. Пойдешь туда и огребешь. Никого здесь нет. Главное, ни на кого не нарваться. Это ключевой квест на данный момент. Но пока никого и не видно, собственно говоря. Я даже не знаю, радоваться мне или огорчаться. Потому что, когда долго не находишь никаких монстриков, расслабляешься, а потом они откуда-нибудь резко выскочат, и все, ты к этому не готов. Я уже, в принципе, очень далеко ушел от самолета. Это что такое? Не понял. Это еще один самолет? Да, ребятушки, тут не один самолет потерпел крушение. Что за бред? Возможно, это какая-то зона турбуленции? Или это я верну... Нет, смотрите, это я вернулся назад. То есть я, получается, круг нарезал. Я уже думал, что это какой-то другой самолет. Окей. Так, у него есть пища. Я смотрю, в нижнем правом углу есть потребность в воде. Ну, по крайней мере, пищей я какого-то там оленя крафтанул. Но мне нужна вода. И она намного важнее даже, может быть, пищи. Ну, что без пищи человек может прожить, ну, плюс-минус там 20 дней. А без воды намного меньше. Ох, как красиво, ребятушки. Вы посмотрите, какая красота. Хотел найти воду, а нашел целое это. Море или реку. Непонятно пока что это. Так, аккуратненько спускаемся. Я надеюсь, что я здесь не расшибусь. Аборигенов вроде никаких нету. Может, еще одного оленя залутать. Опачки. Эй! Вы видели? Он аж прям сквозь скалу убежал. На самом деле, немножко странно, что... Ударив несколько раз топором оленя, он при всем при этом еще и убегать может. Эй! Постой, паровоз! Не стучите колеса! Так, в лодке что у нас есть? Веревка. Отлично. Она нам, наверное, понадобится для постройки какого-нибудь жилища. Ну-ка, водичка. Можно попить? Блин, а эту воду нельзя пить, ребятушки. Эту воду пить нельзя. Вот я спустился, да, конечно, все очень хорошо, но а как теперь мне наверх подняться? Для постройки, я так понимаю, нам нужно дерево, а здесь никакого дерева-то и в помине нету. Такое чувство, что здесь есть какие-то пещеры, из которых может кто-нибудь выскочить и, скажем так, отпустить нас. Хм. Ну-ка, давайте на этот остров сплаваем. Так, под водой выглядит все тоже очень красиво, но, если честно, можно было сделать и лучше. То есть, очень мутно, но визуальная картинка, конечно же, потрясает меня. Своей красотой. И чем-то напоминает, я не знаю, таких пиратов Карибского моря. Так. Не, ну, в принципе, терпимо. Ну, можно было, конечно, да, лучше сделать, но, скажем так, мне и так сойдет, потому что на общем фоне, конечно, смотрится все очень красиво. Так. Отлично, доплыли сюда. То есть, смотрите, благодаря этому GPRS-ку можно в любой момент найти самолет. Камень давайте залутаем. Но что-то я больше здесь ничего хорошего-то и не вижу. Большие глыбы, пару камней и все. То есть, фактически, углубившись куда-нибудь в лес или потерявшись, мы с помощью этой GPRS-ки можем всегда найти то место, откуда мы, собственно говоря, пришли, сам самолет, и вернуться назад. Давайте сейчас через островки попробуем добраться до берега, потому что я там вижу, где-то есть лес. Нам обязательно надо построить какую-нибудь хижину, хибарку, где мы можем спокойно и переночевать, и, в принципе, передохнуть. Вот, конечно, плохо, что он эту воду пить не может. Я так понимаю, что она соленая, и только лишь из-за этого он не может ее пить. Есть, конечно, методика очистки воды. Ну, как, не очистки воды, а перегона воды из соленой в пресную. И я думаю, что даже это можно сделать при помощи, ну, скажем так, из ничего. То есть, по сути, там берется чан какой-нибудь с соленой водой, сверху ставится, как он, паросборник этот. То есть, ты кипятишь чан, вода испаряется, и вот эти пары, они как раз-таки и будут пресные, а в чане остается соль. Вот. Ну, если сильно заморочиться, в принципе, я такую, думаю, телегу можно сделать, потому что, если пить-то сильно захочешь, то и не такую придумаешь. Вот. Так что такие пироги. Вот, отлично, тут хороший берег и деревья есть. Можно, в принципе, построить какую-нибудь хибарку. Вот, правда, с водой что делать? Вот вопрос. С водой-то проблема, он уже наполовину опустошил свой ресурс, скажем так. И вот, смотрите, крестик замигало, что ему хочется пить. Ну, он... А, хотя нет, даже если морской воды просто набрать в рот и выплюнуть, то это, конечно, жажду нихера не утолит. Хотел ему такое предложить сделать, но... сделать это невозможно, скажем так. Ну что, ребятушки, давайте немножко покрафтаем лес. И что-нибудь построим. Так, тут какая-то кнопка была. Открыть книгу. Вот, чертежи для построек. Что-то у нас есть. Хижинка. Может, дом 82 дерева? Не-не-не, давайте что-нибудь попроще замутим. Так, это у нас получается чисто из листьев строится и прутиков. Вот, может быть, построить. 13 древесины просят. Или вот еще... А, хотя нет, что это проще-то? Это даже проще будет построить. Где-нибудь вот здесь, на берегу. Конечно, многие мечтают построить дом на берегу моря, там, или не знаю. Но это не самое лучшее, скажем так, место для сбывания мечт. Неплохо он так нарубает дерево. Порублю его по кругу. Правда, не знаю, реализована здесь технология, как именно надо рубить. Ну, я так по кругу пройдусь, порублю. Опа! Сейчас свалится. Хорош. А сколько, интересно, за дерево нам дадут ингредиентов? Раз. Два. О, еще и третий. А, он только два может таскать. Отлично, сейчас заберем остальные. Оп, оп, оп. Стена одна готова. Хорошо. Давайте подберем еще ингредиенты для постройки. А, всего три было, да? Хорошо. Три так три. А нужно нам всего 13. То есть, еще надо 10 ингредиентов. А если с дерева по три добываются, то это как минимум надо рубануть. И еще четыре дерева. Так, пустим. Немножко застревает в текстурах, но это ничего страшного, в принципе. Как я уже говорил, альфа-версия, все простительно. Вот с этого края не может рубить, смотрите-ка. Хотелось бы, конечно, срубить все-таки это дерево. И давайте посмотрим, если рубить с одного лишь конца, все равно же оно упадет. Да, смотрите-ка, уменьшается дерево. Распил увеличивается. Но, походу, я его и так и не срублю. Что-то он не хочет рубить это дерево. И застреет. А-а-а, печалька. Осталось-то совсем немножко. Мог бы он его подтолкнуть как-нибудь? Ну, что такое? Ну? Ну, смотрите, там вообще тютелька осталось. Все, отлично. В принципе, он мог его чуть-чуть подтолкнуть, и оно бы и так рухнуло. Опачки. Два поленчика берем. Не понял. А, вот оно, третье покатилось. Что-то мне показалось, что всего лишь два полена нам дало это дерево. Бежи, 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 бежи. Хорош. Осталось еще... Ой-ой-ой. Что-то такое. Осталось еще восемь деревьев. Восемь бревнышек, так сказать. Наступает дождь. И, если честно, меня не особо это радует, потому что я еще не построил здесь жилище, как мне уже надо укрыться в нем. А его еще и, собственно, и нет. Вот единственное неясно. Если он может построить домину, то почему он не может построить лодку? Технология строительства лодки не такая уж и сложная, если уж так брать. Ну, хотя бы плот бы построил. Что это такое? Хе-хе. Какая-то морская звезда. Действительно, то есть, построил бы плот какой-нибудь себе. Потому что плот построить, ну, элементарное же дело. Если он уж дом может построить, без гвоздей причем, то у него не должно возникнуть проблем со строительством плота. Или плота, как правильно, не знаю. Да, что-то он как-то не особо хочет рубить деревья на этих отвесных горах. Или скалах. Или возвышенности. Или холмах. Но сути дела не меняет. Рубить он не хочет. Ой, что это такое? А, это солнце, наверное. Блики солнца пробиваются. Это ветка? Окей, подбираем ветку. На самом деле, здесь такая достаточно открытая территория. Я думаю, что мне здесь ничего не угрожает. По крайней мере, я хочу в это верить. Вот видите, и он затуплять начинает. Ну, почему? Ну, зачем? Ну, как? То есть, на открытых территориях он как-то получше рубит деревья, чем вот на таких отвесных. Бегать я уже не могу. Что-то он подвыдохся. Жажда. Вы голодны. Найдите еду. Но у меня есть олень, кстати. У меня есть олень. Ой, и бревно сюда укатилось. Ничего себе. То есть, получается, нам какое-то дерево дало не три, а поленка, а четыре. Найдите еду. Но у меня еда есть. Возможно, надо возвести костер, чтобы эту еду приготовить. Это тоже, кстати, можно сделать. Потрясающий такой закат. Но закат у нас о чем говорит? О том, что скоро ночь. А к ней надо приготовиться. Давайте посмотрим, что там по костру. Может, вот этот замутим? Он самый такой простенький. Я, правда, не знаю, можно ли на нем еду приготовить. Хорош. И зажигалка у него есть. Отлично. А как еду-то готовить? А, типа, добавить еще веток, чтобы он горел получше. Хорошо, допустим. Здесь по-любому должна быть приготовка пищи. Давайте по всем вкладкам пробежимся. Смотрите, тоже можно, типа, строить вот эти такие отпугивающие, скажем так. Это что такое? Ловушки? Да, смотрите, это ловушка. Трэп. Не понял? Ах! Ешки-матрешки. Я-то думал, что я здесь в безопасности. Вы посмотрите, что чертяги творят. Это же эти аборигены сраные. А хрена ли они на берегу забыли? Жесть какая, а? Так, давайте пока посмотрим. Во, плотик! А что ты не можешь построить-то плотик и упл... Хаус, плавающий дом. Хрена себе! А что ты не можешь построить-то и уплыть отсюда? Это пока недоступно. Ребят, ну это, смотрите, там уже класс. Есть такое понятие, как плавающий дом. Это, наверное, чтобы нас не достал никто. Ну что, одно дело, строить дом на берегу, где могут в любой момент прийти вот эти уроды. А другое дело, плавающий дом. Вы их видите? Я их не вижу, потому что... Ну, по крайней мере, они не набросились. Все, солнце село. Опасно в том, опасность в том, что у нас разведен костер. По логике вещей, они должны, ну, издалека видеть этот костер. То есть, если вы попали на необитаемый остров, где есть какие-то твари, ну, по крайней мере, соображающие, то есть, не животные, а всякие аборигены, то лучше костер не разводить. Вы посмотрите, как темнеет. Ёшки-матрёшки. Давайте разожжём получше костерок. Потому что костра боятся звери, но аборигены вас по костру спалят. Тем более, что они людей похищают. Кто ничего-нибудь видит, я ничего не вижу. Тьма тьмущая просто-таки. Очень, на самом деле, темно. И линия горизонта, смотрите, ну, это божок. Это стык текстуры, я так понимаю, воды и неба. Мелькает на горизонте. Ну, ничего страшного. Я, как уже повторюсь, это альфа-версия. Ей всё простительно. О, ещё полено улетело. Да что такое-то? Как так поленья могут разлетаться? Главное, рубили очень далеко, а? Поленья. Разлетелись по большой территории. Ну-ка, чик. 8-13. Ещё надо 5 деревьев, но на самом деле, очень тяжело их нарубить на этом склоне. И звук топора тоже может привлечь этих уродов. Давайте срубим кустик, возьмём. Ладно, давайте на страх и риск. Ох, луна. Вы посмотрите, какая красотища. Поднимается луна на горизонте. Давайте пытаться рубить дерево, но он не хочет здесь рубить это дерево. На отвесном холме. И стало намного всё виднее, потому что луна подсвечивает. Возможно, даже всяких тварей можно будет заметить. Окей, давайте отправимся на ту сторону берега. Надо всё-таки придумать, как можно приготовить того оленя, которого мы утонули. По крайней мере, костёр у нас есть. Бегать он и не может, потому что кушать очень хочет. Но на самом деле, единственное, вот это не аутентично сделано. Да, ты хочешь кушать, но по идее, ты без еды можешь много дней прожить. Много лет, хотел сказать. Много дней можешь прожить. Конечно, без водички, это намного сложнее сделать. А, ну, без воды, по-моему, шесть. Или пять лесу, так максимум человек может. Стоп. Абориген идёт. Ребята. Вон он, вон. Видите? Впереди твари-то. Я так понимаю, что можно метать, типа, камни, чтобы их привлекать внимание в какую-нибудь область. Куда он зашёл? Я его не вижу. Он где-то здесь. Он где-то здесь. Вон он, вон он, вон он. Иди сюда, сука. Получит, тварь. И чё он убежал? Ах, ни хрена себе, он ни хера не убежал. Отпустили, отлично. И зачем нам его труп? Может быть, из его трупа можно строить, точнее, какие-нибудь пугающие ограждения? Но я не думаю, что мы можем его зажарить и приготовить. Очень он голодный и пить хочет. Но это надо играть, вникать, разбираться. Я так чисто обзорчик сделаю, чтобы вам посмотреть, что это за игра, если вы ещё не видели. Но игра, если честно, реально, ребят, как я уже говорил в начале эпизода, ни грамма не пожалел, что её установил. То есть, игра нам, на мой взгляд, очень потрясающая. И у неё большой потенциал, если разработчики его раскроют, я думаю, они срубят куш. Так, давай, давай, давай. А интересно, мы труп выкинули, что в воду залезли или нет? Нет, смотрите, он с трупом прям плыл. Давайте попробуем его зажарить. Не знаю, получится, нет? Может, реально это чисто для отпугивания сделано? Труп брать? Типа, кинул куда-нибудь, они будут видеть аборигены, что тут труп. И не будут к нам приставать. Разводим костерок. Ну-ка, а как тебя бросить? Гори, тварь! Ой, это что такое? Рация. Ну, а в рации что может быть? Здесь необитаемый остров. Потрясающая ночь. Очень светит сильно луна. Светло. Ну, конечно, не как днём, но достаточно, скажем так, светло. Ой, а можно типа разобрать его, да? Хорош. А, то есть, если ты хочешь, допустим, построить что-то другое, можно разобрать. Ну-ка, давайте посмотрим, что там ещё есть. Эй! Где там книжка? Давайте попробуем какую-нибудь хейбарку попроще построить. Вот, допустим, вот это вот. Опачки! Иди-ка сюда, брёвнышко. Ну, я уже сейчас окочурюсь, потому что он уже и пить хочет, и есть хочет, всё он хочет. Опа! И не хватает, получается, одного камня и три бревна. Ну, брёвна я ему тут не добуду нигде. Опа! Вы смотрите, что это за хрень? Это твари, что ли, какие-то? Откуда у аборигенов фонарь? Это не просто огонь. Это, смотрите, это направленный свет. Жажда убивает вас, найдите воду. Да, сейчас, в принципе, завершим уже этот эпизод. Давайте лишь посмотрим, кто это за такие-то звали. Это реально уроды. Смотрите, как они носятся. Охренеть! А как они так светят? Лучше им, конечно, на глаза не попадаться. Ну что, ребят, давайте на этом завершим эпизод. Скоро меня ждёт смерть от жажды. Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ссылочка с другими обзорами на игры в описании под видео. Так же, как и на паблик ВКонтакте, в Твиттере. Всего вам хорошего, позитивого, удачи. Пока-пока!